Васьки за правила, соблюдать правила! Одна за другой на сцену Развилковской школы выходят команды-участницы областного фестиваля-марафона, творческих программ по пропаганде безопасного движения детей на дорогах. Особых ограничений в формате выступлений нет. Главное, чтобы они были содержательные, но в то же время развлекательные. Поэтому все номера получились очень разные. Кто-то сделал ставку на пение, другие на танцы. У кого-то получилось разыграть мини-спектакль. В этом году, вы знаете, очень дети, вот именно творческие коллективы. Поэтому очень много детей, которые поют, которые танцуют. И я думаю, на области будет жарко. Этот конкурс-мотр лишь один из зональных этапов фестиваля. Всего их семь, которые постепенно пройдут в различных муниципалитетах области. На каждом предстоит отобрать по две команды. Они и будут бороться за звание лучших в Подмосковье. Параллельно проходит второй фестивальный конкурс «Активный пропагандист», куда ребята присылают видеоролики о правилах дорожного движения. После таких выступлений просто понимаешь, что действительно есть основные правила, которые обязательно нужно выполнять на дорогах. Это и перевозка детей, и световозвращающие элементы. То, что очень актуально сегодня. И скоростные режимы рядом с детскими образовательными учреждениями. Принимать фестиваль таких масштабов Ленинскому району не впервой. В этот раз к нам приехали команды из семи муниципалитетов Московской области. Более ста юных инспекторов движения. Гости из городского округа Протвино – одни из тех, кто выбрал театрализованный номер. Команда из Подольска примерила на себя роль дорожных рабочих. А видновчане перевоплотились в клоунов. Команда сработала, я считаю, очень хорошо, потому что на репетициях, на мой взгляд, было много ошибок, но во время выступления все косяки, которые у нас были, были сглажены. Но, увы, клоуны в этот день жюри не покорили. Первое место заняли ребята из Подольска. По мнению судей, дорожные рабочие, с задачей доступной и красивой донести информацию о правилах поведения на проезжей части, справились лучше всех. Они – команда из Серпухова, у которой второе место поедут в Балашиху на областной финал. Юлия Погосян, Алексей Руднев, Ольга Садовская, ВИДДТВ.